В течение долгих лет Азербайджан сталкивается с тем, что армянская сторона, пропаганда, идеология и наука занимаются присваиванием предметов культуры, артефактов азербайджанского наследия, истории, культуры, музыки, кулинарии и архитектуры. Мы уже привыкли к этому. Однако в последние годы мы уже начали сталкиваться с нечто более новым, скажем так, ноу-хау армянской идеологии. Началось присвоение монет азербайджанских, средневековых монет государств, созданных на территории Азербайджана азербайджанскими тюркскими династиями. Возникает вопрос, почему вдруг в последние годы эти монеты привлекают такое повышенное внимание армянской идеологии и науки? Но сперва мы вспомним одно мероприятие, которое прошло недавно в Санкт-Петербурге. 26-29 сентября в Санкт-Петербурге в государственном Эрмитаже состоялась международная конференция по восточной нумизматике ICON-2. На это мероприятие приняли участие известные нумизматы из стран Европы, стран бывшего СНГ, из Ирана и других государств. Основным предметом обсуждения были монеты древних средневековых государств на территории Востока. Естественно, казалось, на такое мероприятие должны быть приглашены и азербайджанские ученые, ибо нумизматика и монетные клады, и монетное дело Азербайджана, чеканка азербайджанских государств составляет очень серьезный процент от всех монет, имевших хождение в средние века. Однако на это мероприятие азербайджанские ученые не были приглашены, но принимало участие несколько армянских ученых, специалистов именно по монетам азербайджанских государств и средневековых ханств. Чем занимались эти специалисты? Они уже в течение нескольких лет на разных международных площадках, различных международных научных журналах и изданиях продвигают одну интересную концепцию. Они хотят доказать, что средневековые азербайджанские государства и все монеты, которые они чеканили, мусульманские, тюркские, азербайджанские государства и их монеты являются частью армянского исторического, культурного и государственного наследия. Частью армянской культуры и истории. Казалось бы, это странно, потому что если речь идет о монетах азербайджанских государств, в основном это исламский период, на них четко указаны, кому принадлежали эти монеты. Это видно, поскольку это написано арабской графикой. И казалось бы, как можно приписать, как могут армяне, являющиеся носительной христианской идеологией, верой и связывающие свою историю совершенно с другими концепциями, как они могут присвоить мусульманское, тюркское, азербайджанское, монетное, культурно-историческое наследие и нумизматику. А очень просто. В этих статьях армянских авторов, которые публикуются за рубежом, в том числе и в Европе, а также и в России, четко указывают, что перманентно на территории Древней Армении на Кавказе, а точнее Восточной Армении, как они называют территорией нынешней республики Азербайджан, создавались всякими кочевниками некоторого своего рода государства. И эти некоторые своего рода государства чекалили разного рода монеты, но эти монеты принадлежат армянам, ибо там где-то рядом проходил Ашот или же где-то сидел Карапет. Понимаете, что тут получается? Эти некобы перманентные азербайджанские, тюркские государства, если это смотреть, как минимум тысячелетний отрезок истории. В течение тысячи лет, как минимум, в этом регионе правили и создавали государства тюрки, азербайджанцы или же сугубо мусульмане. Как понять армянскую сторону? Однако, то, что нам кажется странным, совершенно нормально воспринимается на Западе и в России. Ибо есть, видимо, какое-то понятие общих ценностей, они доверяют, верят на слово друг другу. Возвращаясь к конференции в Эрмитаже, посвященной восточной нумизматике, благодаря усилиям, как в Министерстве иностранных дел Азербайджана, так и Национальной Академии наук Азербайджана, удалось нам принять участие в этой конференции в Эрмитаже. В конференции приняли участие от Азербайджана патриарх азербайджанской и даже восточной нумизматики профессор Али Раджаблей. Также выехал с ним я, ваш покорный слуга, директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека Национальной Академии наук, доцент ЮНЕСКО. Извиняюсь, что вас замучил, долго перечислять свои регалии. А также в Петербурге к нам присоединился кандидат исторических наук Анар Садыхов, активист азербайджанской диаспоры Петербурга. Мы приняли участие на конференции в Эрмитаже в первый же день мероприятия нас принял руководитель Государственного Эрмитажа господин Петровский, который отметил, что заявленный на конференции материал армянского автора под названием «Монетное дело хамств Восточной Армении» в скобках Ереванского, Нахичеванского, Карабахского и Гянджинского. Понимаете, о чем идет речь? Оказывается, у армян были ханства, хотя ханство является формой тюркской власти. Это слово исходит от тюрков, и так называли свои государственные образования сугубо тюркские народы. Однако, оказывается, это не проблема для армянской науки. Она может свободно претендовать на средневековые азербайджанские ханства, называя их ханством Восточной Армении. И все монеты, естественно, чеканины, и все мечети, и все бани, и все крепости, все, что было построено на этих территориях, автоматически становится каким? Естественно, армянским. Так вот, господин Петровский очень чутко отнесся к этому моменту и отметил, что название этого доклада и преамбула, где везде упоминается Восточная Армения, является самодеятельностью армянского ученого. Я не буду называть его имя, фамилию, оно общеизвестно и дополнительной рекламы делать не собираюсь. Факт то, что было изменено название как самого выступления этого армянского ученого, хотя он является ученым Российской Федерации. Сперва он пытался отстаивать свои взгляды на закрытое совещание в отделе нумизматики Государственного армитажа, что причина в том, что у нас с вами разные взгляды и концепции на историю, Но подождите, милейший, какие разные взгляды? Вы представляете российскую науку, а ведь не армянскую? У российской науки и азербайджанской нету противоречий в понимании того, что происходило на Кавказе и кому могут относиться средневековые азербайджанские государственные образования и монеты того периода. Это у армянской науки проблемы. Армянская наука всегда почему-то отличается от остальной мировой. У нее свои концепты, свои клише, свои понятия, свои выводы. К сожалению, мировая наука потакает и закрывает глаза на подобную в кавычках особенность армянской науки и восприятие историй соседних государств, в том числе Азербайджан. Благодаря нашему участию на конференции в Эрмитаже мы смогли не только донести позицию Азербайджана по, казалось бы, общеизвестным для науки понятиям. Мы смогли также развить начальный этап, наверное, дальнейшего сотрудничества с государственным Эрмитажем, однако этим проблема не кончилась. Достаточно ретроспективно посмотреть и мы убедимся, что армянские ученые, а точнее группа молодых армянских ученых, именно по нумизматике средневековых монет Азербайджана и государственных образований на территории Азербайджана везде публикуются, разъезжают по различным научным конференциям за рубежом и продвигают один концепт, что все государственные образования на территории Азербайджана являются армянскими, что караконулы, ахконулы, сефевиды, азербайджанские ханства и другие государственные образования являются сугубо порождением армянской истории и народа. Это приведет к очень нехорошим результатам. Мы надеемся, что сможем перебороть. Однако возникает вопрос, к чему? Зачем взялась армянская сторона за монеты? А все очень просто. Монеты являются самым главным атрибутом признанного государства. Если среди атрибутов государства есть такие, как флаг, армия, независимая внешняя политика, но самым главным являются монеты, ибо чеканка монет и их распространение говорит о том, что это государство легитимно и признано на мировой международной арене. Так вот, весь средневековый период на Кавказе подавляющее большинство монет – это монеты азербайджанского государственного образования, которые имели хождение далеко за пределами Кавказа и даже в Европе, а тем более на Востоке. А армянских монет, как таковых, вообще не существует в этот период. Вообще не существует, что является прямым и наглядным доказательством отсутствия армянской государственности на Кавказе. Вот что пугает армянскую сторону. И постепенные попытки присвоить азербайджанские монеты преследуют одну цель – доказать, что якобы у армян были какие-то завуалированные государственные образования, которые иногда захватывались со стороны всякого рода кочевников. И это на ура воспринимается, к сожалению, в серьезной академической науке, как в Европе, так и в России. Видимо, есть какой-то общий взгляд, общие цели, общие какие-то проекты, которые совсем не на пользу Азербайджану. Будем надеяться, что мы сможем донести до зарубежной науки, в первую очередь российской и европейской, что подобного рода научная эквилибристика никакой пользы не принесет для их же интересов, для продвижения их же интересов на Южном Кавказе, а тем более в Азербайджане. Давайте жить дружно! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова